Просто начать от того, что Сергей сказал в конце, как последний перец. Это заявление министра иностранных дел России, господина Володрова. Честно говоря, я удивил, что Сергей там не видит никакого вмешательства в оборудованные дела. Я посоветовал бы сравнить разные заявления, которые были сделаны не только по одному делу, но и раньше по разным делам со стороны, скажем, Евросоюза, Совета Европы, Парламентской Ассамблеи, Соединенных Штатов. К тому же, тот же заявление вчерашнее со стороны представителя Госдепартамента, который говорит, что мы ожидаем, что расследование по этому делу будет соответствовать международным стандартам юрисплистенции и правосудия и так далее. А что говорит господин Володров? Он говорит, нам беспокоить, что вы преследуете бывших властей. Он ссылается на какой-то компромисс, пока нам ни одному человеку в Армении неизвестно о каком компромиссе, какой компромисс может существовать по поводу расследования 1 марта, потому что на самом деле это преступление. И закрыть это дело, это не предмет какого-то компромисса между прежними и нижними властями. И в этом плане, в этом контексте, конечно, я удивлен, что господин Маркетонов говорит о каком-то нарушении принципа преемства. И, честно говоря, да, если три президента Армении совершили какие-то преступления, то они должны ответить за это. А кто сказал, что иммунитет, который распространяется на бывшие руководители какой-то страны, это абсолютная вещь. Это абсолютно распространяется на все деяния, на все действия, которые они совершили во время своего правления. И, наконец, я, конечно, понимаю, во вчерашних моих выступлениях, в разных программах сказал, что если у России есть некоторые беспокойства, то надо понять, конечно. И все-таки мы союзники, мы партнеры, мы состоим в разных организациях, и Армения, и Россия важны для друга. В этом плане, конечно, я не хочу сказать, что реакция из Армении должна быть, скажем, просто игнорирование беспокойств или интересов России и так далее. Но, если я правильно понял, Сигин утверждает, что, значит, конечно, Россия беспокоена не судьбой, в очереди она ее сначала думала, а вот общей ситуацией, как он сказал. А какая общая ситуация, и каким будут внешние и внутренние политики Армении, которые беспокоят, как опять господин Маркеттонов упомянул. Во время первой встречи я хочу напомнить всем. В имени Голла Пашиняна и президента России Владимира Путина, я до сих пор не могу забыть ту формулировку, которую наш премьер-министр дал по поводу Армения в российских отношениях. И у нас есть очень много проблем для обсуждения, и есть вещи, которые не подлежат обсуждению. Они не обсуждения. То есть в этом контексте и он в своем двухстороннем, во время двухстороннего митинга и друге заявления, он неоднократно высказался о том, что Армения собирается выйти из ОТК, Армения собирается выйти из Европейского экономического союза, Армения собирается поставить вопрос об уходе военных баз. Я не знаю, почему в российском информативном пространстве вдруг появились такие шантажи, якобы в Армении требуют вывода российских баз. Ну, честно говоря, нам это очень удивительно, потому что таких настроений не на официальном уровне. Я не говорю про таких эмоциональных выступлений разных людей. Это не мейнстрим в армии, это не общественное мнение. А вот в этом плане такой шантаж, я не понимаю, если вы не хотите военные базы, то мы и уйдем оттуда. А кто сказал, что вы поставили, или власти поставили такой вопрос? Почему спекулируется все это? Почему спекулируется проблема безопасности? Почему спекулируется набор и карабах? А что будет делать Россия в таких сценариях? Как он будет допускать, чтобы напали на Армению? Он будет допускать, чтобы была широкомасштабная война? Я, честно говоря, не понимаю эти голоса из России, в российских информативных пространствах. И, наконец, просто спекулировать, что некоторые люди в правительстве нам назначены, если они получили обучение в Западе, или если когда армянские эксперты, как некоторые мои друзья, защищают право суверенной политики Армении, и в первую очередь внутренней политики, если они защищают это легитимное право моего государства, я не понимаю, почему им называют антироссийскими, я не знаю, как антигосударственными. Это несерьезно. Это не тот язык, и это не то русло, где можно найти решение всех проблем. И, честно говоря, я неоднократно в течение тех последних лет сказал, что те люди, которые только поднимают тосты за армяно-российские дружбы, не говорят о проблемах, они первые, я не хочу сказать враги, но на самом деле они первые препятствия на улучшение этих отношений. Потому что то, что происходит сейчас, то, что происходило после Афганистской войны или после, значит, разных заявлений российских государственных деятелей, это не причина, это просто повод. Это показывает тот дефицит, тот искажение, и в том числе и структурное, которое существует в наших отношениях, и мы должны справиться.